Летом на улицах Саратова его продают буквально на каждом углу. А ведь официальное разрешение на торговлю есть всего у 39 городских точек. Чем может навредить прохладительный напиток и как обезопасить себя и близких от попадания на больничную койку, расскажет Екатерина Ковальчук. Вы знали, что вы торгуете институционером? Нет, не знала. У вас руководство не уведомо? Я не обязана отвечать вам на вопросы. Первая точка и сразу масса нарушений. У продавца на руках оказалась только медицинская книжка. А вот документы на продукцию и оборудование отсутствуют. Неизвестна дата разлива и качество кваса. Просроченный продукт грозит минимум расстройством кишечника, максимум острым пищевым отравлением. Нарекание вызвал и газовый баллон сомнительного качества, который может взорваться прямо на торговой точке. За эти нарушения проверяющие выписывают административный протокол. Где? Тут на меня протокол стали писать. Это то, что тут администрация, телевидение, полиция. Хозяин торговой точки Дмитрий – рьяный нарушитель, говорят проверяющие. На продовольственном рынке в Ленинском районе у него более 10 точек продаж и столько же административных протоколов за незаконную торговлю. Что бочки с квасом и лимонадом его не признается. Но проверяющие штрафуют Дмитрия уже не первый раз. Сотрудники полиции описывают и взимают оборудование и товар. На продавца составлен протокол об административном правонарушении. Предусмотрен штраф, а также изъят предмет совершения административного правонарушения – это торговое оборудование. Административное наказание для таких нарушителей – штраф от 2 до 5 тысяч рублей. На сегодняшний день в Саратове разрешенных мест для продажи прохладительных напитков всего 39. Однако, отмечают специалисты, в реальности число таких торговых точек гораздо больше. Екатерина Ковальчук, Максим Пустовалов, РНТВ, Саратов.